Нам нужно это с собой скинуть Обратите внимание В любом челе обязательно нажимаем Давайте смотрим, как они устроены Вот я держу две кости Значит, вот эта кромка гладкая или нет? Нет Вот эта кромка гладкая или нет? Нет, даже нет Обратите внимание, сейчас я их буду совмещать Опа Ведь какая-нибудь щель осталась? Нет Угу А зачем такой формы? Поверхность поверхности Помните, я говорил, что в биологии Вопрос поверхности объекта Играет очень часто первостепенную роль Вот то же самое Видите, как выглядит? Сложная форма гребенка И с этой стороны Совмещаем Не Не Хочется вмещаться? Понятно Угу Падение таки немножечко разрушилось Не страшно Вот Все Смотрим Щель есть или нет? На просветке хорошо видно Вот видите, в этом месте чуть-чуть выкрашилось Вон там небольшое светлое пятнышко На пересечении трешков Вот А в остальных местах Абсолютно плотное свращение Хорошо А почему нельзя было С самого начала сделать череп единым? Ну была бы такая капсулка стенная Зачем он сбокнул? Для рост костей Конечно Дело в том, что кость не умеет расти в своем объеме Кости умеет расти только по поверхности Ну и представьте Какого размера голова у новоротного человека примерно? Куда? 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 Вы не понимаете, что вашей маме надо было вас разжечь А это значит, что вот такая голова, как вы сказали Должна была пройти по ее родовым путям Вы понимаете, что вы ее убили сразу Меньше моего кулака Так? А сейчас? А сейчас? У вас головы такие? Нет? Слегка покрупнее Ну и представьте себе Мы делаем цельную костяную капсулку Которая может расти только по поверхности В результате с возрастом Вы можете получить такую булку Только какого объема мозга в ней будет? Меньше моего кулака Ну потому что Как увеличить внутренний объем? Понятно, что никак невозможно Поэтому С самого начала Мозговая коробка состоит из вот такой мозаики сложной А по границам Вот между костями Образующими швы Прослойки хряща А вот хрящ как раз умеет Увеличиваться в объеме Если толщина швов увеличивается Что делала кость? Расходится Расходится Что при этом соблюла мозговую капсулу? Ну стенки-то раздвигаются Угу А костный фронт Затем Выедает вот этот лишний хрящ Замечая хрящевую ткань на костную Вот Классно Классно Кстати Это один из признаков возраста Живого существа Вот Этой башни Как я уже сказал В районе сорока А сейчас я вам покажу Другой человеческий челюсть Вот его же нижняя челюсть А ну-ка ваше предположение А вот этому человеку сколько? Тридцать Тридцать А почему тридцать вы считаете? Потому что очень много швов И швы не такие толстые Угу Кажется наоборот швы Угу А посмотрите внимательно Прежде чем Делать какое-то заявление Неплохо взять Посмотреть повнимательнее Скажите пожалуйста Вот этот череп я взять и разъять На части как это смог бы иметь? А почему нет? Значит у меня снова швы Здесь уже они со связью Вы посмотрите как это выглядит Да В этом месте разъемные или неразъемные соединения? Нет Ага В этом месте Тоже нет А это значит какой возраст? Порядочный Порядочный Не просто порядочный А этому дедушке За восемьдесят сильно Так? Об этом же говорит его нижняя челюсть Ну как гляньте Но здесь зубы потеряны Это все ясно А вот это что за площадка? Раз И вот здесь А здесь зубы потеряны при жизни Так? И у вас успели сравняться зубные альвеолы А на это время сколько Вот на такое преобразование сколько времени должно идти? Лет двадцать То есть эти зубы потеряны лет двадцать назад До момент смерти Часто ли молодые люди теряют зубы? Нет А это значит Вот это все признаки Ну прежде всего состояние швов Ну и состояние зубной системы тоже Это все признаки которые помогают уточнить возраст Понятно? Ну и опять же раз уж Мы с вами такие темы заговорили Возраст как уточняется мы с вами сказали А как можно по скелету полу определить? Да Почему? Ну Мужчин сделать Баландуки Они более Хорошо А у вас допустим Кусок скелета руки Так расскажите Какие Нагробные дуги Вот здесь Ну кости должны быть толще Угу Чего? Ну кости должны быть толще Кости должны быть толще А почему? Ну Больше физическая надувка Больше физическая нагрузка По какой причине? Ну Потому что самцы У меня не нужны виды А Вот это другое дело Вот это уже серьезно Если исходить из того Что просто мужчина Больше и тяжелее женщина Поэтому скелет должен быть прочнее То ничего не будет Какого роста был Александр Сергеевич Пушкин? Ну Мягко говоря Небольшой Метр пятьдесят два Он очень хорошо Мне вот так Под мышку ходил Так? Ну и что если взять его гость скелета Да? А бывает ли Вы сборную по баскетболу Видели какую-нибудь? Не важно Россия Испания Бельгия Ага Значит Эта барышня Опять же с вот такими плечами Во-вторых вот такого роста Угу Классно Теперь берем Костя У мелкого мужчины И у баскетболистки Ну и что Через скелет побольше На русской работе Балышня Баскетболистка 90 кг Тренированных мышц Угу Нагрузку При прыжках Там Беги Представляете Угу Угу Классно Ну и чей скелет работает под большей нагрузкой Баскетболистки Разумеется Ну и что мы Тогда скажем что Вот Это у нас все-таки может Не Не выйдет По тазам ребра По тазам костям Во-первых Разумеется По тазам костям Мужчины редко рожают Есть такая история А это значит Конструкция таза В принципе Отречаться будет чем Критическим расстоянием При рождении ребенка Является не ширина Не вот этот разброс Так А расстояние Вот этого выступа позвоночника От мышц позвоночника От мышц позвоночника До волкового сращения Вот это расстояние Самое маленькое Ну так право что Глубина таза У кого больше В среднем У мужчин или у женщин Здесь отбор очень Раскрадут Так А теперь Кто должен уметь Быстрее бегать Мужчок или барышня 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 Ага Ну и в чем Первичная причина Ну то что Самцы Мне не нужны А почему Самцы Ну на самом деле Нужны все Дети редко Без самцов Рождаются Коль это вас обманули Без самцов Никак не обойдешь Нет Но там действительно Есть некоторые различия Ну это называется Менее массивное И как можно сделать Большое Разумеется Игра это очень простая Значит Дело в том Что для создания Половых клеток А тут Половые клетки Ощутываются И строят Организм Врослого Животного Это понятно На их создание Надо потратить Своё вещество Надо Значит А яйцеплетки Тысяча раз Массивнее Сперматозовик А это значит Можно ли создать Столько же яйцеплеток Сколько Сперматозовик Не нельзя И Различие будет Во сколько раз Тысяча Тысяча Теперь берём Две разные популяции Выжила Одна Барышня И сто Мужиков В другой Популяции Выжилось Вопрос А сколько детей В каждой из этих Популяций Будет рождено Чтобы составить Следующее поколение Ну Один самец И сто Сколько Детей Будет рождено В первой В первой популяции Столько Столько Сколько Сможет Родить Одна Барышня Могут ли ещё Дети взяться Нет У второй Популяции Сколько Будет рождено Детей Столько Сколько Сколько Может Родить Сколько Барышей У какой Популяции Лучший шанс На выживание Второй Поэтому Каким Богом Можно рисковать А каким Лучше не рисковать Мужским Можно рисковать Даже малого количества Самцов Хватит На оплодотворение Большого количества Самок А вот обратно Нельзя Поэтому Хорошо Для каждого вида Есть Более Безопасные Есть Более Опасные Формы Поведения Как по-вашему В ходе эволюции Самцы Принимают Врождённые Программы Каких Формов Поведения Опасных Нельзя просто Давать Понятно Почему нельзя Давать Они поставят Под угрозом Существования Видом Если начнут Влезать В рискованную форму поведения Идея Понятна? Хорошо А что у нас на свете Самое опасное? Ребят Самое опасное Учиться Вам это никогда Не приходило в голову Для вас Учёба Это скучно Занудно То что требуют И так далее И уж менее всего Опасных Это Вашем Мегаполисном Мире 21 века Для людей Так А вообще Для всех живых существ Как им стоят дела? Ну представьте Себя Даже не маленького Детёна человечества Вас Подростков Которых живых уков Так? И не Какой-нибудь там Жуткой зимой А вот сейчас Начало ли это Угадать Да? Засунуть Куда-нибудь На нашей планете На расстоянии В 300 км От ближайшего человека Без мобильного телефона И средства целей И что с вами будет? Быстрее смех Не на полюс Не на полюс А какие-нибудь такие Приемлемые места Может и не быстро А почему смех такой? Ну вы же Такие вообще крутые Ну Научитесь Жить в новых условиях Приспособность Приспособность Не о годах речь А о неделе Вот на этом примере Понимаешь Что учиться На самом деле Вот если Вы Не знакомысь с ситуацией Начинаете Пробовать Выяснить ситуацию Путём проб и ошибок Риски ваши гигантские Просто гигантские Это первое Ну и второе Крайне опасное занятие Заниматься любовью Ребят Давайте подумаем Необходимо обеспечить Факт встречи Ну для того же Протелось потомство Надо? Надо А как вы это будете делать? Надо в окружающую среду Слать сигналы о том Что я здесь Так? Раскрасятся боевой раскраской Дрыгаться изо всех сил Воняет так Чтобы там Ух! Ну еще и арет Ну то есть Все возможные сигналы Но скажите Сигналы воспримет только Половой партнер? Нет Да и хищники Да и хищники тоже А в результате Сигнальное поведение Это безопасное поведение Или крайне рисковное? Крайне рисковное Рисковное На самом деле Горькая чаша Сигнального поведения Потому что Вызывают на себя Хищников Конечно Санцы Отцуга Яркие окраски Санцов Очень характерное Поведение Санцов Привлекающие в себя Внимание И так далее И так далее А барышням Позволяется Это не то Что они такие Бедные Забитые Серенькие Так это и спасение У них маскировочная окраска Что с угрозой От хищников Для них Меньше Меньше В десятки раз Меньше Так вот И как по вашему Такая ситуация Сложилась Позавчера Или Несколько Сотен миллионов Лет назад Сотен миллионов И все эти Миллионы лет Отбор Работал На Вот Такое Выделение Отличий Между двумя Пола Не потому что Отбор Какой-то Я не знаю Несправедливый Не любит Демократических Норм Не поведет Корректные И так далее Не в этом теме Значит Отбор Выбирал Модели Поведения Строения Тела Которые Максимально Позволяли Размножаться И выживать В следующем поколении Здесь же Очень простой Вы С этой точки зрения Чье тело Лучше Приспособлено К силовым Нагрузкам Имеет Большую скорость Реакция Большую скорость Бега И так далее Тело Самца А чье тело Имеет Более высокую Сопротивляемость К заболеваниям Более высокую Выносливость Более высокую Устойчивость Сам Как Разумеется Здесь нельзя Сказать Кто лучше Кто хуже А вот теперь Последнее Скелетное Отличие Которое Сегодня Посмотрим Вот у вас есть Человечек Я понимаю Что в физике у вас Наверное нечего Или уже есть Ага Ну у кого-то есть У кого-то нету Вот Человечек Что такое центр тяжести Снимаете? Да Угу Центр тяжести у нас где-то примерно здесь Правильно Попробуем спроецировать центр тяжести От него вертикаль провести до земли Угу Вот А теперь Когда вы идете Вы Отталкиваетесь Норой От земли Согласны? А скажите пожалуйста Вот у вас Такая Да? Будет ли точка Отталкивания совпадать с Проекцией центра тяжести или нет? Нет Нет Что в одной ноге Что в другой ноге А теперь Про инерцию Слышали? Тело старается Если уж оно неподвижно Сохранить покой А если двигается Сохранить движение А теперь смотрим Вот центр тяжести здесь Отталкиваюсь я Вот этой ногой В стороне Центра тяжести Вот Моя нога толкает тело вперед А центр тяжести имеет инерцию Сюда Сильная энергия приложена Что со мной Произойдет? А меня вот так Закрутят Теперь Следующий шаг Вот центр тяжести Получок с этой стороны Что произойдет? Закрут Другую сторону Другую сторону Значит Почему нас на самом деле Не крутят во времяхождения? А вы никак не обращаете внимание Как вы ходите? Показываю Вы ходите только ногами Или ногами и руками? А руками-то зачем вы ходите? А чтобы скомпенсировать Скомпенсировать вот это вращение Вот сейчас после занятия выйдите Просто гимназия лучше не делать И сделайте простейшую вещь Вот так вот Обмунить себя за плечи Так? А после этого Побегите Причем так вот Честно Быстро Посмотрите Посмотрите Что с вами будет Я даже описывать вам не буду Сами обхохочитесь Вот попробуйте 50 метров быстро пробежать В таком положении Так? Значит Вот так Эффект закрутки А теперь давайте Смотрим Две Разная конструкция Таза Первый Случай Узкий Таз Второй Случай Широкий Таз Таз Как по-вашему Какую конструкцию А или Б Будет сильнее крутить? А В Конструкцию Б Понятно Больше расстояния Вот это расстояние Так? Хорошо В результате Хорошо Чтобы меньше Крутило Какой таз иметь? Широкий Узкий Узкий Но с узким тазом Наражать можно или нет? Нельзя А в результате Что оказывается? У мужичков Акцент на развитие Ключевого пояса Плечи Широкие А таз Узкий Так? Значит Это дает возможность Развивать существенно Большие скорости С меньшей Потери Энергии На компенсацию У барыши Относительно Узкие плечи И широкий таз Бог с ней Со скоростью Бега Это Мужики Помогут В случае чего Так? А вот Рожать Наше дело Поэтому Таз Нужен Широкий И тебя Понятно? И это никак не связано С количеством физических нагрузок И так далее Это уже врожденные Характеристики Скелетика Всего хорошего Так 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 Так